Всем привет, это FreeStudio21.com И поскольку возникли вопросы по видео по замене основного глагола на вспомогательный я решила сделать небольшое продолжение и сделать в частности примеры перевода потому что теория хороша но проблема в том, что одной теории мало, как правило и примеры иногда говорят сами за себя лучше, чем любая теория Итак, я специально выбрала длинные такие большие объемные предложения ибо у нас по умолчанию должна быть такая ситуация чтобы у нас повторялось действие повторялся глагол, не менялся при этом ну и дабы мы имели что заменить, собственно говоря Итак, возьмем первую фразу мы не понимаем друг друга сейчас и вряд ли поймем в будущем Итак, действие, которое у нас повторяется понимаем и поймем обращаем внимание, что у нас меняется время действия то есть если здесь у нас present simple или present continuous но у нас present simple, потому что умственная деятельность хотя в принципе мог бы быть present continuous потому что сейчас и далее у нас следующее в будущем то есть вот у нас в будущем и поэтому поймем здесь у нас будет явно future ну скорее всего future simple не будем усложнять уточнений по времени все равно нет кроме того, у нас стоит вот это слово вряд ли возможно оно будет как-то влиять на ситуацию хотя не факт как по мне, вряд ли это еще один аргумент в пользу будущего времени в пользу will потому что мы помним, что will показывает нам личное мнение человека касательно будущего поэтому will здесь будет идеальным итак, мы имеем с одной стороны present simple первую часть можно спокойно переписать здесь ничего такого не будет we don't understand each other now или one another можно ну я поставлю each other дальше я поставлю запятую не так из соображений правила как просто из соображений удобства вот наше understand и вот don't на которое надо будет обращать внимание потому что у нас ситуация у нас мало того, что отрицание у нас вспомогательный глагол do и когда у нас будет будущее время у нас по идее будет меняться вспомогательный глагол у нас уже не будет do мы не сможем поставить do и показать future simple в данном случае иногда так можно делать, но не здесь итак, дальше у нас и в принципе можно сказать and но поскольку здесь причинно-следственная связь я, наверное, использую so so ничем не хуже далее ставим мы опять потому что у нас сложное предложение у нас complex sentence поэтому нам надо два подлежащих два сказуемых если мы хотим поставить вспомогательный глагол дальше нам нужно обязательно поставить подлежащее итак, so we а дальше у нас ситуация когда нам надо заменить наше поймем вспомогательным глаголом при этом вспомогательный глагол у нас тоже меняется у нас уже не present simple мы не можем сказать so we hardly do если мы так скажем, hardly это едва ли если мы скажем we hardly do у нас получается ну, по сути, мы переговорим параллелизм такой то есть мы переговариваем одну мысль дважды причем в одном предложении поэтому hardly мы, конечно, здесь скажем we hardly а дальше нам придется ставить замену дабы не повторять understand мы поставим просто will вот так вот и этого будет достаточно то есть фактически will у нас заменяет мало того, что заменяет understand меняется время действия такое может быть, в этом нет проблемы но позже мы увидим, что здесь очень важен контекст ибо такие смелые поступки мы можем совершить только тогда когда у нас между нашим глаголом, который мы заменяем и нашей, собственно, заменой ничего больше нет никаких действий больше нет дальше мы увидим, как это может быть можно ли было здесь как-то иначе сказать да, можно первая часть ничего не меняется а во второй части могло быть еще так so, we, will обращаем внимание, что will у нас уже стоит сразу после we не после hardly дальше мы ставим hardly и дальше мы ставим do вот таким вот образом это тоже нормально даже, наверное, понятнее звучит и вот у нас placeholder такой, если угодно вместо основного глагола это дабы understand не говорить второй раз чтобы не говорить we will hardly understand вторая часть второй вариант понятнее но он немножко сложнее нужно подумать над порядком слов нужно подумать, куда это hardly поставить то ли перед will то ли после will но здесь будет явно после will потому что у нас появляется основной глагол в первой части над этим думать не надо у нас только will стоит но проблема в том, что хотя первая часть вроде бы как проще лаконичнее к сожалению, не всегда так можно сделать окей, смотрим второе предложение никогда раньше не обращала внимания на такие вещи а теперь вот обращают итак, что мы имеем здесь никогда раньше не обращала внимания наверное до этого момента или до сейчас здесь, наверное, даже present perfect можно было бы ставить в принципе можно никаких ограничений на него нет вот наше действие не обращала внимания то есть, ладно сделаем вид, что здесь present perfect хотя past simple тоже можно было бы поставить но я хочу усложнить немного и поставить present perfect а теперь вот обращаю дальше у нас слово теперь то есть, это явно present и это не просто present это может быть даже present continuous или present simple ну, хватит с меня present perfect еще и present continuous поставить во второй части это будет уже чересчур поэтому я поставлю present simple то есть, у нас опять меняются времена вот у нас, собственно, наше действие посмотрим, что же у нас получается кстати, в исходном предложении у нас нет как бы подлежащего в русском предложении такое можно делать в английском так делать нежелательно поэтому мне придется вписать сюда I и как ни в чем не бывало I have never и далее paid attention to such things before я, наверное, before не буду ставить и так оно понятно, что before можно бы даже было извратиться и сказать I have never used to pay attention to such things before можно бы подчеркнуть, что это было раньше но я не буду уже так извращаться поэтому ограничимся such things дальше у нас запятая потому что у нас противопоставление but now но сейчас вот у нас стоит для усиления поэтому в английском предложении я, наверное, поставлю слово really его очень любят ставить but now I really do вот таким вот образом и так вот наш present perfect have и paid attention never могло не быть и вот у нас present simple который суть present continuous но у нас, опять же, специфическое действие у нас оно связано с восприятием с умственной деятельностью поэтому в таких случаях лучше continuous не ставить и поэтому я ставлю просто present simple и вот у меня всего-навсего do возможно у кого-то возникнет вопрос а что это за do? это do, которое заменяет paid attention или это do, которое просто вспомогательный глагол present simple ведь уникальное время не видно вспомогательного глагола в предложении если оно повествовательное поэтому здесь, допустим, не совсем понятно что за do, собственно говоря можно считать, что это замена на вспомогательный глагол? да, конечно, можно так считать можно ли считать, что это замена paid attention просто как placeholder как во втором варианте в первом предложении? да, тоже можно так считать нам повезло со временем но если бы у нас, допустим, все-таки был present continuous мы могли бы тоже поставить ace какое-нибудь или am ну здесь am в данном случае и дальше ничего больше не делать I really am было бы как-то так то есть здесь у нас опять скачок со временем у нас меняется tense и у нас довольно туманная ситуация во второй части предложения где, да, технически все очень хорошо красиво выглядит но объяснить, что именно мы здесь имеем в виду то ли это основной глагол то ли вспомогательный довольно сложно потому что нам повезло просто с present simple если бы здесь стояло другое какое время пришлось бы ставить вспомогательный глагол но можно было бы тоже сделать такое как и в первом варианте so we will hardly do чего-нибудь такое тоже поставить вспомогательный а дальше do поставить в роли основного или какую-то его форму если, допустим, ту же самую фразу переговорить так, чтобы не менялось время можно сказать, допустим, такое I have never paid attention to such things все то же самое дальше запятая и здесь у нас порядок слов немножко изменится I never have обращаем внимание, что never поменяла свое местоположение и влезла перед вспомогательным глаголом ибо это вспомогательный have здесь уж точно невозможно понять неправильно вот здесь у нас never в первой части после have перед основным глаголом вот что значит пропущенный основной глагол у нас меняется порядок слов а здесь у нас все с точностью да наоборот сначала never, потом have если я не хочу такой странный порядок слов я могла бы сказать I have never done такое тоже можно делать но я считаю, что это ни к чему потому что, ну, тогда теряется весь смысл сокращения и весь смысл замены, как говорится едем дальше третье предложение я этого раньше никогда не делала так почему сейчас должна делать? у нас опять звучит никогда поэтому явный намек на present perfect окей, да будет так никогда не делала раньше далее у нас звучит опять слово сейчас неоригинально такое уже почти что было но здесь у нас появляется слово должна а должна это значит намек на модальный глагол то есть здесь не просто вспомогательные глаголы как были в первом и втором варианте где там то ду, то даст, то еще что-то такое здесь будет модальный глагол как выйти из положения? если в первой части действия у меня было в обычном времени а во второй части предложения оно повторяется, но уже с модальным глаголом можно ли такую замену делать? можно ли не ставить действия а поставить только модальный глагол? да, можно так сделать итак, первая часть здесь ничего такого I've never done it before и я, наверное, даже разобью это на два отдельных предложения этого можно не делать но мне так хочется тем более у меня вопрос why now? а далее должна и вот здесь у нас два варианта может быть у нас может быть must и может быть have to мы же помним, что have to особенный модальный глагол ему нужно do why now do I have to? и вот так вот я немножко хитрю и вроде бы как и замену я сделала с модальным глаголом и в то же время мое предложение в принципе ничем не отличается от обычного классического вопроса и ничего страшного что и основной глагол у нас где-то потерялся ну и что подумаешь то есть вот у нас основной глагол здесь это его вспомогательный это основной а здесь его вообще не существует здесь он по идее должен ставить после ту в роли инфинитива но его здесь нет потому что я просто сделала замену на модальный глагол я модальный глагол поставила и поскольку здесь тоже это очень важно понять что если у нас перед этим нет никаких других действий то есть ничего не влазит между собственно тем глаголом который мы первый раз поставили и дальше перед нашей заменой то есть никаких действий других нет окей такое можно делать то есть вот у нас по сути замена здесь и вот это вот его вспомогательный глагол потому что have to не бывает иначе он не используется но допустим это читинг такой своего рода а что если ну все-таки пойти по сложному пути сделать себе такой хардкор здесь и попробовать использовать must must можно здесь использовать чисто теоретически хотя бы как будет тогда выглядеть предложение и далее второе очень странно стоит now почему мы его поставили сразу после вопросительного слова ведь мы же знаем что есть порядок слов в вопросе что это такое с одной стороны можно считать что why now это как бы одно вопросительное слово но опять же это очень условно ну для кого это одно вопросительное слово а для кого непонятно что, поставленное непонятно где. Можно ли было сказать why do I have to now? Конечно, можно. То есть можно было и вот так вот. Замена сохраняется, все сохраняется. Единственное, ну, порядок слов становится, ну, что ли, более логичный, более такой по книге, как положено. Но в разговорной речи люди иногда такое делают. Why now? Это абсолютно нормально. Далее, если опять же я не хочу хитрить, допустим, кто-то скажет, а я хочу must. Вот хочу must, и все. Вот докажите мне, что must здесь нельзя поставить. Здесь можно поставить must, и у меня предложение будет выглядеть так. Why must I now? И все. Такое тоже можно делать. Вот наша замена. То есть было have, ака вспомогательный глагол, станет must, или have to, ака модальный глагол. Вот нам замена. Основной глагол пропадает. Более того, в разговорной речи возможен даже еще один вариант. Why now I must? Это тоже будет нормально, хотя вроде бы нарушается вопросительный порядок слов, и это не по книге, это не по правилам и все такое. Да, это не по правилам, но это разговорная речь, в разговоре такое допускается. Но, естественно, если я буду писать роман или эссе, такого делать нельзя. Окей, посмотрим четвертое. Говори, что хочешь, но что бы ты ни сказал, только тебе за это и отвечать. Итак, еще одно заумное предложение. Говори, что хочешь, первая часть у нас повелительное наклонение. Ну, вроде как это даже плюс, потому что у нас не будет проблем с временами. Далее, ну, что бы ты ни сказал. Здесь вообще непонятно, какое время стоит. Здесь своего рода условие. Да, оно очень такое завуалированное, но тем не менее это условие. Это условие будущего времени. Реальное условие, потому что, по-видимому, он что-то доскажет. На данные только тебе за это отвечать. И дальше, поскольку у нас, опять же, условие первого типа. Да, немножко необычное, но условие первого типа. Дальше, по-видимому, будет какой-то will или хотя бы модальный глагол. Но здесь, по-видимому, будет will все-таки. Ну, хотя посмотрим, что у нас получится. Итак, говори, что хочешь. Say what you want. Далее поставим запятую, потому что предложение у нас и так трехэтажное, поэтому лучше выделить запятыми, тем более у нас условие. Условие стоит на первой позиции, поэтому после него тоже будет запятая. Окей. Далее мы ставим but. А далее, чтобы ты не сказал. Не сказал, не сказал. В английском варианте будет whatever. Знаменитое whatever, которое люди очень любят говорить. Его можно, кстати, как отдельно, так и вместе здесь написать. Но я напишу вместе, как в основном сейчас пишется. И далее у нас должна, по идее, быть замена, потому что у нас вот говори, потом сказал, ну, а потом вроде как бы замены уже больше не будет. Ну, что ж, посмотрим. Whatever you do. Далее еще одна запятая. Это будет твоя ответственность. Вот так вот. That. В данном случае that это не соединитель, это что или это. Вот это вот. Это будет у нас that. That will be your responsibility. И здесь можно даже only добавить, поскольку у нас только стоит. That will only be your responsibility. Или your responsibility only. Я сюда only поставлю, просто у меня нет места. И если only поставили в конце, это даже сильнее будет звучать, как если бы оно стояло после will. Теперь, что мы имеем? Здесь вроде бы на первый взгляд все легко и просто. Вот наше say, вот наше do, на которое мы его вроде как заменили. Но, если мы посмотрим внимательнее на наше предложение, мы увидим, что на самом-то деле у нас есть еще одно действие, которое вроде как даже не бросается особо в глаза. Это вот это wants. Что же у нас получается? У нас wants становится между say и его заменой на do. Что это нам дает? Становится не совсем понятно, какой именно глагол мы заменили на вспомогательный. То ли мы say заменили на do, то ли мы wants заменили на do. Во всех предложениях перед этим у нас между глаголом, который мы заменяли, и заменой ничего не стояло. I have never done it before. И дальше сразу why now do I have to. Никаких других действий нет. То же самое было во втором. I've never paid attention to such things, but now I really do. То есть между paid attention и do ничего нет, ничего больше не происходит. То же самое было в первом предложении. А здесь у нас совершенно другая картина. То ли wants у нас do, то ли say у нас do. Что же мы заменили? И вот когда у нас такая ситуация, нужно замены по возможности избежать. Или перестроить предложение так, чтобы избавиться от действия второго, которое нам портит всю картину. Оно нам мешает. Получается, что мы не имеем права так говорить. Что нам делать? Нам придется повторяться. Это тот случай, когда ничего не поделаешь. Придется повторяться. Say what you want, but whatever you say, that will be your responsibility only. Или that will only be your responsibility. То есть здесь, к сожалению, замену сделать нельзя. Поэтому do нам здесь не подходит. Нам придется сказать say второй раз. Ну, что делать? Дальше пятое. Он не очень хорошо играл в прошлом году, поэтому сомневаюсь, что он сможет хорошо играть сейчас. Ну, здесь у нас, в принципе, наверное, то же самое, что было и в первом, и во втором, и все такое. Здесь нет посторонних действий, здесь всего их два, поэтому, по идее, проблем быть не должно. Здесь у нас опять, кстати, нарисуется слово сможет, то есть у нас возможно будет модальный глагол can. С другой стороны, у нас опять же, три действия. Вот одно, играл. Вот второе, сомневаюсь. И вот играть. Опять. То есть нам, по-видимому, придется заменять вот это. Второе, играть, чтобы не говорить. А будет ли влиять наше сомневаюсь? Не случится ли так, как в четвертом предложении, где у нас want смешала нам все карты? Не будет ли такого здесь? Посмотрим. Итак. He didn't play well last year. Здесь ничего такого. В принципе, здесь тоже можно было бы поставить can. Можно было бы для разнообразия сказать еще так. He couldn't play well. Тоже можно. То есть не мог играть. Можно было бы перед well еще поставить слово quite, как вариант, чтобы было более-менее дословно, не очень вот это вот. Далее запятая, далее мы опять ставим so, потому. И далее сомневаюсь. Кто сомневается? Я сомневаюсь. So I have. Или, наверное, have, я не буду морочить голову, я поставлю просто doubt. I doubt. Я сомневаюсь. Все дословно. Можно было бы сказать I have some doubts. Тоже вариант. И далее, что он сможет хорошо играть сейчас. Сделаем вид, что здесь косвенный вопрос. И скажем if he... И далее сможет. У нас явно будущее время. Можем ли мы здесь поставить can? Конечно, можем. If he can. И далее now. Правомерно ли здесь такая замена? Правомерно ли вот это вот can? Вот этим can просто-напросто без инфинитива заменять вот это play? Тем более, что здесь в середине вот что. So I doubt. То есть еще одно действие. Можно ли здесь сделать замену? Ведь в предыдущем предложении у нас не получалось. Здесь можно такую замену сделать. Почему? Потому что у нас действие второе делает другой делатель. Если у нас первое подлежащее было he, и he взаимодействовало с play, точно так же здесь he взаимодействует с can, то есть пара сохранилась, в то время как I относится только к doubt. И не более того, I никак не согласуется с этим play и не согласуется с can. То есть здесь у нас I doubt как самостоятельный игрок. В отличие от предыдущего предложения, где у нас говори, что хочешь. И говори, и хочешь, это один вроде бы как человек получается относится к этим действиям. Поэтому в четвертом была проблема. В пятом предложении этой проблемы нет, потому что у нас самостоятельные подлежащие и самостоятельные сказуемые. Вот такие вот маленькие хитрости. Из этого вывод. Перед тем, как делать замену на просто на вспомогательный или на модальный глагол, нужно очень хорошо посмотреть предложение. Нет ли в нем каких-то подводных камней. И опять же, ключ к успеху здесь не так. Знание, как практика. Просто-напросто, когда мы очень много делаем подобных вещей, когда мы практикуемся в таком, у нас появляется опыт, и мы уже знаем, что может быть и чего не может быть. Даже если, допустим, по правилу или по науке я не могу этого объяснить. Скриншот этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на теорию по теме, также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok